Здравствуйте! Сегодня поговорим о том, как продиагностировать ошибки без сканера в таких автомобилях как Deo Lanos, Deo Nexia и прочих Deo отпрысков General Motors. Речь пойдет о машинах ранних годов выпуска. Примерно до 2008 года выпуска шли разъемы с 12-контактной колодкой. Это разъем старого образца. После 2008 года на данных машинах пошел универсальный разъем OBD2. С годами выпуска могу ошибаться, но открыв лючок или заглянув под перчаточный ящик, вы сразу поймете, какой у вас разъем. Прямоугольный на 12 контактов это старый разъем General Motors. Если разъем в виде трапеции и на 16 контактов, тогда это новый универсальный разъем OBD2. Итак, проще всего прочитать ошибки, конечно же, сканера. Но что делать, если сканера нет? Если у вас в машине старый разъем General Motors, ошибки можно прочитать и без сканера. Вам для этого понадобится всего лишь кусочек проволоки длиной пару сантиметров, либо обычная металлическая скрепка. Для начала ищем разъем. У Lanos он может быть под панелью центральной консоли у правой ноги водителя, либо под перчаточным ящиком. В моей машине он расположен под перчаточным ящиком. В Nexia разъем расположен у правой ноги переднего пассажира на вертикальной стойке и закрыт прямоугольной крышкой. После того, как нашли разъем с выключенным зажиганием, скрепкой замыкаем контакты А и Б. Если держать разъем направляющей полоской к себе, тогда это будет два первых контакта слева направо. Вставили скрепку, после этого включаем зажигание. В этот момент должны включиться вентиляторы охлаждения под капотом. Если они включились, значит вы все делаете правильно. Итак, включили зажигание и смотрим на желтую лампочку индикации Check Injection. Первые три раза индикатор промигает в режиме 1 вспышка 2 вспышки. Это говорит о том, что система вошла в режим самодиагностики. После этого могут быть разные варианты вспышек. Вот например, как в моем случае 1 вспышка 3 вспышки, это значит код ошибки 13. Далее могут быть еще несколько ошибок, к примеру, 2 вспышки, 4 вспышки, либо любые другие варианты. После того, как система покажет все ошибки, диагностика закончится кодом 12. Одна вспышка, две вспышки. Если индикация все время мигает в режиме 12, это значит, что ошибок нет. Можете поставить на паузу и посмотреть коды ошибок для Ланос. Также коды ошибок должны быть в инструкции по эксплуатации. Именно там я их и сфотографировал. В описании будет ссылка на фотографию с кодами ошибок. Вот так просто можно прочитать ошибки без сканера. И даже не имея должного образования и опыта, можно самому отремонтировать машину. Наличие ошибки не говорит о том, что вышел из строя узел или детали этого узла. Возможно, как в моем случае, на другой моей машине просто перетерлись провода. В данном случае провода клапана EGR. Машина не держала холостые обороты и глохла. Сканер показал мне проблемный узел с перетертыми проводами. Провода я спаял. На диагностику и ремонт потратил буквально меньше часа. А это быстрее, чем доехать до сервиса или попытаться найти неисправность без диагностики. Поэтому прежде чем ехать в сервис, потратьте на самодиагностику несколько минут. Возможно, проблема будет проще и быстрее решить самому. Подобный метод диагностики подходит многим автомобилям. Ищите информацию в инструкции по эксплуатации своего автомобиля, либо в интернете. Также рекомендую вам подписаться на мой канал, на котором я провожу ресурсный тест электроскутера CityCoco. Ссылку на ресурсный тест я оставлю в описании. Всем удачи!